Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем изучать инструменты программы Figma для создания дизайнов сайтов и интерфейсов. Сегодня мы рассмотрим два инструмента, которые также создают формы, но более сложного вида. Это непосредственно Pen-карандаш и Pencil. Вернее, Pen-перо и Pencil-карандаш. Чем они отличаются и для чего служат? Возьмем инструмент Pen. Этот данный инструмент создает формы свободного вида. Например, я ставлю точку здесь, 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 здесь и замыкаю контур. То есть, конечную точку соприкасаю с начальной. У нас получился объект. Правда, после того, как мы его создали, нам необходимо нажать кнопочку Don't для того, чтобы он у нас превратился в законченный уже объект. Все остальные свойства данного объекта таковы, как и у обычных объектов. Ректангл, Лайн и так далее. То есть, у них есть размеры скругление углов, различные заливки, обводки, эффекты. Поэтому лишний раз объяснять уже то, что вам известно, я не буду. Просто покажу, как работает непосредственно само перо. Что мы еще можем делать с пером? Вы видели, как я создал объект свободной формы. Но если, допустим, мне нужно создать какой-то контур, либо как что-то графическое, типа графика, то я не буду замыкать контур. Например, вот такую штуку я сделал. И для того, чтобы его завершить, видите, у меня курсор тянется дальше для того, чтобы замкнуть объект. Мне необходимо, не выходя из режима создания данной фигуры, нажать кнопочку «До». Вот в эту. Это первый вариант, как можно завершить эту операцию, если контур не замкнутый. Либо второй вариант. Вот я что-то делаю снова. Я два раза просто щелкаю мышкой. И все, у меня объект также завершился. После этого мы работаем с данными объектами так же, как работаем с объектом «Line». То есть у нас по сути линия. Вот я могу инструментом «Move» выделить этот объект, переместить его, трансформировать, масштабировать. Вот видите. И здесь у нас уже есть непосредственно обводка, которая цвет линии и ее толщину указывает нам. Еще одна особенность этого инструмента. Если мы хотим, чтобы углы у нас были острые, вот такие, то мы, собственно говоря, ставим просто точки. Но если я, например, точку поставил, левую кнопку мышки не отпускаю и просто далее веду курсор, видите, у нас получается так называемая кривая без Е, которая позволяет создавать более округлые и более сложные формы. Но чтобы работать в таком режиме, нам необходимо иметь какой-то практический опыт, который, собственно говоря, вы можете самостоятельно нарабатывать, создавая какие-то интересные объекты на основании вашей фантазии. Давайте вот эти объекты снова выделю. Соответственно, если мы создаем какой-то вот контур, например, да, ну опять обычный, два раза я нажму, чтобы завершить его, и если я буду увеличивать радиус скругления наших углов, то, видите, мы получаем вот такой вид нашей линии. То есть, видите, она скруглена. Вот, ну, собственно говоря, практические вещи, которые можно с ними делать, мы, наверное, уже будем с вами создавать тогда, когда будем делать какие-то мини-форматы креативные и так далее. Вот. Но, как вы понимаете, здесь можно что-то сделать то, что, в принципе, можно, конечно, создать и в фотошопе, но, например, в более легком виде, в более быстром формате. Тем более, что, вот, допустим, я создал какой-то объект, да, я залил его каким-то цветом, создал какую-то обводку и могу его сохранить, ну, через экспорт в различных форматах SVG, PNG, JPEG и так далее. То есть, в данном случае программа себя ведет как, ну, можно сказать, фотошоп, да, вот. И другой инструмент, который есть и имеется, это карандаш, да. В принципе, это то же самое перо, просто мы этим инструментом вот так вот рисуем. Вот. Ну, практическое значение этот карандаш, наверное, вряд ли будет иметь в ваших работах, так как я даже, ну, не представляю, что им можно нарисовать. Наверное, скорее всего, здесь надо иметь какие-то навыки художника, понимаете. Вот. Все-таки сайт, он состоит из более таких, вот, будем говорить, правильных форм, да. Вот. А что-то нарисовать мы можем и в иллюстраторе, где есть специальные инструменты для этого, либо в том же самом фотошопе. Ну, в данном случае карандаш, ну, я не вижу применения для него в этой программе. Но, тем не менее, инструмент есть, и если вы над ним потруетесь, возможно, найдете какое-то применение и для него. Кстати, вот мы нарисовали объект и, соответственно, он ведет себя как обычная линия. То есть, вы после создания вот этого, будем видеть, сложного объекта, можете по нему щелкнуть и, пожалуйста, те же самые настройки обводки, масштабирования перед вами имеются. Вот. Ну, на этом я завершаю свой урок и в следующем мы продолжим изучение нашей программы дальше. Спасибо за внимание. Продолжение следует...